Трагичная и слезливая история из средневековья. Это роман между французским схоластом и поэтом Пьером Абеляром и его возлюбленной ученицей Элоизой. Абеляр славился своими познаниями и будто бы превзошел всех учителей Парижа. В те времена в Париже жила племянница каноника Фульбера Элоиза, она была красива, умна и образована. Абеляр стал ее учителем и влюбился. Элоиза ответила ему взаимностью не только в духовном, но и в физическом плане. Элоиза даже забеременела, и пара повенчалась, хотя Элоиза и не хотела этого. Она боялась, что брак закроет Пьеру дорогу к духовным званиям. Но когда Фульбер, дядя Элоизы, узнал об этой связи, он пришел в ярость и нанял людей, которые кастрировали Абеляра. После этого Пьер и Элоиза дали клятву целебата и ушли в монастыри. И хотя остаток жизни они прожили порознь, влюбленные продолжали переписываться до конца своих дней. Ирландский авантюрист Эндрю Стоуни страстно желал жениться на одной из самых влиятельных и богатых женщин Британии, Мэри Элеонор Боуз, графини Стратмор. Дело было во второй половине 18 века. Молодая вдова с пятью детьми могла себе позволить выбирать суженого по собственному желанию. Познакомившись с графиней, Стоуни разыграл дуэль, будто бы вступившись за ее честь. Соврав, что на этой дуэли он был смертельно ранен, он пожелал увидеть объект своей страсти, находясь уже на смертном одре. Мэри поверила Альфонсу и пообещала ему, что выйдет за него замуж, чтобы утешить умирающего, к алтарю его несли на руках. Но сразу после свадьбы Стоуни внезапно ожил, а графини оказалась несчастливой и холостячкой, а вновь замужней дамой. Стоуни присвоил себе ее деньги и запер ее в собственном доме. Авантюрист насиловал служанок, и те рожали ему детей. Позже одна из горничных, сочувствуя своей хозяйке, помогла графиня сбежать. Но Таня остановилась на побеге, она была твердо намерена отстоять свое право на свободу и отомстить обидчику. Хотя развод в те времена был чем-то невероятным, Мэри удалось добиться справедливости, а Стоуни был отправлен в тюрьму. Джеймс Койл был священником из Ирландии, который эмигрировал в Бирмингем, Алабама. В 1921 году он тайно венчал очень необычную пару. Ее звали Рут Стивенсон, и она была дочерью методистского священника и почетного члена Куклукс-клана. Ее избранником стал Педро Гусан, пуэрториканец, сын их бывшего работника. Но как только новости о свадьбе просочились наружу, отец Стивенсон ворвался в дом Кайла и застрелил его. Мария Мартен родилась в 1801 году. Когда ей было 24 года, у нее случился роман с 22-летним Уильямом Кордером по прозвищу Лис, мошенником и ловкачем. Вскоре Мария забеременела и родила ребенка, который вскоре погиб, возможно, не без помощи. Как-то раз Кордер предложил Марии встретиться в красном амбаре, откуда они должны были бежать в Ипсвич. Несколько раз встречу переносили, но в конце концов Уильям заявил, что они должны бежать немедленно, потому что, как он утверждал, Марию преследуют за незаконно рожденных детей. Мария отправилась в красный амбар, расположенный на холме Барнфилд в полумиле от коттеджа Мартенов. Там она должна была переодеться в мужское платье и бежать со своим женихом. Больше живой ее никто не видел. Кордер божился, что знает, где Мария, и что она стала его женой после тайного венчания и просто боится возвращаться к осуждающим ее родственникам. Он писал семье Мартен, утверждая, что он живет со своей женой на острове Уайет. Мачеха Мария стала повторять, что в ее снах она видит, как Мария похоронена в том самом красном амбаре. Она убедила мужа отправиться в амбар и расковать в бункер для хранения зерна. Там действительно обнаружили останки их дочери. Вокруг ее шеи был обмотан зеленый платок, принадлежавший Кордеру. Уильяма поймали, обвинили в убийстве своей невесты и повесили. В последние дни своей жизни Кордер сознался в убийстве, он утверждал, что случайно выстрелил Марии в глаз. Сэр Уолтер Релли был известен как фаворит знаменитой королевы-девственницы Елизаветы I. Именно он послал экспедицию для исследования территории вдоль реки Роанок и основал ту самую печально известную колонию. Релли считали гордецом и карьеристом, но ее величество обожало его. У них был бурный платонический роман. Он стал капитаном личной гвардии королевы, адмиралом Дивона и Корнуола, а королева подарила ему один из самых роскошных домов в Лондоне. Релли и королева писали друг другу романтические послания, выцарапывая их алмазами по стеклу. Но романтика романтикой, а плоть требует своего. Гораздо более приземленный роман случился у Релли с фрейлиной королевой Елизаветой, Без, Тракмартон. Когда она забеременела, Релли и Елизавета тайно поженились. Это был двойной удар для королевы, она считала своих фрейлин кем-то вроде весталок, а фавориты были неприкосновенны. Релли оставил жену на сносях в своем поместье, сел на корабль и поплыл в Америку, но королева велела ему вернуться. Стоило ему ступить на английскую землю, его отправили в Тауэр. Елизавету Тракмартон отлучили от двора. Но Релли был одним из лучших адмиралов английского флота, и Елизавета в конце концов простила его. Брак Релли был счастливым, он любил жену и детей, но отставку королевы пережил тяжело. Она не отняла у него ничего, кроме своего внимания, которым Релли так дорожил. Когда Елизавета умерла, новый монарх Яков I Стюарт отнесся к нему без симпатии. В 64 года Релли был обезглавлен, а его забальзамированную голову передали его супруге.